Доброе утро всем! В общем, знаете, что я буду делать? Кашу-то пшенную, помните, я варила? В общем, в детстве у нас бабушка наша делала из пшенной каши, не знаю, как вы делали, так не делали, оладушки. В общем, берем пшенную кашу, добавляем туда яйцо, так как у них уже и сахар, и соль, все есть, просто все это перемешиваем. В принципе, можно уже жарить оладушки. Ставим нагреваться в сковородку. С тыквой, вкуснятина какая будет. Разогреваем сковородку. Я сливочным маслом, вот так пройдусь. И теперь ложкой просто выкладываем наши оладушки. Пишите в комментариях, делали ли вы так или нет. А если не делали, то обязательно попробуйте сделать. И все, готовим до готовности. Вуаля! Полила мои оладушки с сиропом агавы. И все. Кофе, оладушки. Всем приятного аппетита! Тут я развила уже такую бурную деятельность. Хотя, знаете, никакой деятельности, в принципе, не развела. Немного вот там убралась. Посуду вчерашнюю помыла, потому что муж обычно умоет с утра посуду. Ну, что-то он сегодня, видимо, забыл. И я вчера приготовила на ночь, даже не знаю, как это назвать, потушила лёбрышки с овощами. Сейчас вам покажу. Вот так всё это выглядит, как гуляш, что ли, не знаю, гуляш, не гуляш. Но вот я с картошкой там этому мужу картошку отложила, а себе я немного макаронок отварила. Хотя, как немного? Много. Придётся на 2-3 дня. И вот даем морковочку свою корейскую, а-ля корейская. Вот. И добавлю сюда немножко макарошек. И, наверное, сейчас разрежу ананас. Потому что я говорю, я вот сегодня без макияжа удаляла усики у таракана усики. У мальчуга на трусики. Добавим немного спагетти. Вот такой вот у меня будет ужин. Спагетти, кстати, знаете, где хранить лучше всего? В пакете. В обычном целлофановом пакете. Там они не высыхают. Не знаю, мне кажется, этот лайфхак уже все знают кругом. Ну, а кто не знает, пользуйтесь. На здоровье. Что-то как-то вроде как тепло. Но пасмурно. Вот прям вот так переложила макарон, спагетти в мешок. Так, завязываем и в холодильник. Но они еще горячие, поэтому пускай здесь еще лежат. Вот. А это мой. Не знаю, может сыр добавить. Не. И так нормально. Вот. С морковочкой. Типа лагман. Знаете, типа лагман у меня такой получился. В моей кошачьей тарелке. Ой, вы знаете, что сегодня приколучилось. У нас там на площади все-таки порежу ананас. Там, где я работаю на площади, коты разные есть. А я котов, знаете, боюсь. Представляете? Они же сами по себе. Нет. Некоторые вот собак боятся. Я котов боюсь. И вот Чарли-то, он на них все время гавкает. Но как бы с это, не подходя близко. А сегодня на него он-то пошел, как всегда, гавкать. Там пару кошек было. И одна прям на него кинулась. Представляете? Я чуть не обкакалась. Прям вот так вот. Она вот так с тебя осталась, когти выпустила. И вот так прям на него тот завизжал, запищал. А у него однажды, он тоже так на кошек гавкал. Я думаю, гавка, гавка. И одна ему прям прицарапала, прям вот тут, рядом с глазом. Я потом обрабатывала. У него даже начиналось гноиться, все дела. И это прям кошка на него, знаете. Я бегом побежала. Вот, кошка меня испугалась, убежала. А этот прям сам уже штаны наделал. Я говорю, правильно. А чего ты к кошкам пристаешь? Так тебе и надо. И вот, и ведь, когда ушел, ушел он оттуда. Кошки тоже ушли. И нет, он опять вернулся на то место посмотреть, что там. Вот, блин, вообще дурак. Ой, по-моему, спелый ананас. Он, знаете, ананас обычно сверху не такой сладкий, а книзу совсем сладкий. Да, и я вот порежу, и муж ест, вот, допустим, один день ему попадется там сверху и говорит, какой-то невкусный ананас. На следующий день попадет ему, это, уже снизу, жопка. Говорит, вот, вот это уже другой ананас, вот это уже сладкий. Я говорю, это одними тоже. Он такой, нет, говорит, вчера не сладкий был. Ой, блин. Я говорю, да, конечно, я тут нарезаю каждый день ананасы. Сладкий, не сладкий. Если я ему скажу такой секрет, то он будет выбирать, где послаще, правильно? А мне это надо. Я и сама это съем послаще где. В общем, да. Вот такие вот у нас дела. Буду резать, буду бить. Все равно его лупить. Ладно, будем заниматься ананасом. Включим музончик. Все как полагается. Давай иди сейчас целоваться. Иди, скорее, целоваться. Давай, иди целоваться. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай целоваться. Давай, скорее, целоваться. Я тут видосик сняла один, просто одно. И он все время мне мешался и не давал мне снимать. И вот сейчас говорю, давай, иди целоваться. Давай, потерпел 20 минут. Теперь иди, целуйся. Давай, иди, целуйся. Он там уже делается видео. Поэтому будем ждать ваших комментариев. Сумасшедший парень, да, сумасшедший парень такой, ой, съем тебя, съем, тебя съем, пойдем чуть-чуть, я расчуться, ой, ой, сумасшедший мальчик. Вот так вот, а он и так, и сяк, и не знал уже, как ко мне подойти, а я с камерой в руках, и все, теперь все, теперь все, да, 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 давай какую-нибудь вкусняшку, на, на, вот так, и я тебе пойду чай сделаю. Я тут присела отдохнуть и поболтать с вами, знаете о чем? Я, короче, на инстаграм подписана на, будем принимать витамин D, на одну супер-мега знаменитую манекенщицу, макияж, висажист она, наверное, да, вот, и гуар-авитисиан, как-то так, ну, вы, наверное, знаете ее. Она тоже всю жизнь полненькая, вот, все дела, и, в общем, вчера она такая написала пост, что всю жизнь борется, борется с лишним весом всю жизнь, и вот она выпустила свою одежду, бренд своей одежды, и что вот в детстве у нее был такой случай, много случаев, что у нее не было одежды, знаете, на нее, что все девочки были такие нарядные, а когда она покупала себе с мамой одежды, то это для нее был огромный стресс, потому что одежды просто-напросто не было. И вы знаете, я вспомнила себя, у меня такая же была фигня, я всю жизнь полная, всю жизнь борюсь с весом, ну, в детстве, естественно, я не боролась ни с каким весом, меня кормили как на убой, кто не знает, нас воспитывала с братом моя бабушка с дедушкой, вот, и как бы, ну, бабушки, дедушки, вы сами знаете, как они там, пироги, пышки и все такое. Вот, кстати, кто не знает, почему, что и как, у меня есть в мое видео знакомство, где рассказано обо мне немного, вот, так что, идите, смотрите, знакомьтесь, но сейчас речь не об этом. И вот мне вспомнились такие, знаете, случаи с детства, когда мне, я тоже у меня такое, я ездила за одеждой, и мне просто нечего было надеть, нечего было выбрать, вот. Так как одежду мы выбирали, мы ездили на рынок, потому что жили в деревне, а ездили в город, вот, и там был рынок, по воскресеньям мы туда ездили мне за одеждой. Бабушка всегда меня наряжала очень хорошо, как бы, одежду покупала, как бы, много, но, блин, она всегда была не по возрасту, потому что на меня, как бы, одежду красивую, в принципе, и не шили. Я помню, знаете, вот несколько таких случаев, таких прям, вот, которые у меня врезались в голове, например, были такие, я помню, нам китайские платья такие привезли, раньше для нас в Китае, это не было Алиэкспресс, это было что-то другое, качественное, нарядное и супер-мега-красивое. Я помню, не знаю, откуда два платьюшка взяли, мне там, может, лет 7-8 было, такие классные розовые с рюшечками в клеточку, в общем, там клеточка тут розовая, вообще суперский, классный, но, блин, оно на меня налезло, но ходить в нем я не могла, потому что как на барабане было, мне было так обидно, блин, они такие классные были, красивые, но, как говорится, не про вашу честь. Потом у меня, знаете, была, была мода, на платье называли, на юбке назывались ламбада, они такие черные и такие вот, как, крой у них, как солнце, такие пышные, 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 так мне они нравились, коротенькие такие, классные. Мы поехали тоже на рынок, весь рынок перерыли по вверх-вниз, по диагонали, не нашли ни одной мне юбки, одну какую-то там нашли, которая валялась непонятно где, я ее кое-как напялила на себя, мне, может, лет 10 было, через голову, в общем, вот так вот дышать не могла, но все-таки мы ее купили. Потом, ну, естественно, по шву мне разошлось, наверное, после трех ношений, в общем, жесть, но юбка мне просто нравилась, классно, но, как говорится, опять не про мою честь. Еще, когда начали выходить джинсы, здесь уже я была постарше, я уже, наверное, училась в колледже, и, в общем, стали выходить в продажу джинсы, блин, вот тут был для меня вообще стресс, стрессовый. Знаете, джинсы не просто там разноцветные, красные, зеленые, там, черные, разные, вот, но опять я уже сама выбирала, и, знаете, меня бесило, когда куда-то там, я еще не подошла, как говорится, к вещам, еще там ничего-то не спросила, а мне уже говорили, а на вас ничего нет. Нет, как меня это выражение висело, блин, я думала, да, я, может, не себе смотрю, но я уже сразу отходила от этих продавцов, и потом вот это вот, а на вас ничего нет, это вообще, я не знаю, кто вообще учил продавцов так говорить, потому что я много раз не хотела не себе купить там, а может быть, бабушке что-то, или брату, а мне вот это вот на вас ничего нет, я сразу разворачивалась и уходила. И вот я искала эти джинсы, искала, не было нифига на меня, хотя, вы знаете, я не какая-то там огромная была, вот смотря сейчас на фотки, я нормальная была, но на меня нихрена этих джинс не было, пока, знаете, вот тоже хороший продавец, я подошла к одному, как это, ну, к одной женщине, она продавала джинсы, и она мне говорит, слушай, ну, раз на тебя нет, купи мужские, какая разница, говорит, кто там знает, мужские, они не женские, я так рада и благодарна была этой женщине, вот что значит настоящий продавец, как говорится, от бога. И я купила у нее себе эти джинсы, не помню, какие черные, наверное, мужские, вот, у меня тогда фигура какая-то странная была, у меня сейчас какая попенец такой, попенгаген такой нормальный, а тогда у меня как бы не было тити, у меня их и сейчас особо небольшие, но тогда у меня их не было, был огромный живот, куда-то потом он делся и превратилась в попу, вот, я была как колобок, да, и то есть мужские джинсы на мне, вот, я их помню, носила, носила, знаете, дадыр, в прямом смысле этого слова, вот, а вот эти вот, и вот эти вот три случая, но вот я помню зато, и уже потом, уже в Москве жила, я ходила на разные рынки там, и в Лужниках там подороже был, на Черкизовский не ездил, потому что он был на другой стороне Москвы, вот в Лужники ездила, на Домодедовский ходила, вот, тогда еще не было вот этого вот, который сейчас на садоводе, по-моему, а в Лужниках там все, там, знаете, дорогой рынок был, и вот, и туда придешь тоже еще на рынке, а на вас ничего нет, ну, потом я опять худела, и вот уже, на меня уже появилась одежда, ну, вот это вот, а на вас нету, на вашего размера нет, даже еще я не спросила, что я хочу, но вот это вот на вас нет, у меня просто убивало, у меня в мозгах, мне кажется, здесь никогда это не скажет, здесь, наоборот, начнут тебе стучивать, вот, там, даже если это не твой размер, ну, вот это вот такие вот, и вот, когда она спросила, говорит, а у вас были такие случаи, и я вот себя вспомнила, думаю, были, а как не было, и она говорит, сюда что ли идут, я тут снимаю, они мне мешают, сейчас включусь, какие-то парни прошли, и, в общем, вот такие вот, и когда она написала этот пост, думаю, это про меня, оказывается, я не одна такая, нас таких много, у которых были вот такие вот проблемы с весом, и вот она решила сама сделать свой бренд, именно на пышечек, модной, красивой одеждой, я, вы знаете, меня бабушка красиво надевала, все, но не по возрасту, то есть я могла себе найти надежду какую-то, мне было, может, лет 12-13, а я носила какие-то костюмы, которые женщины 35, да нет, даже 50-летние носили, сейчас такие костюмы вообще, ну, в общем, да, костюмы были шикарные, красивые, но они были на женщин, они нифига не на девочек, но бабушка моя, как бы, да, вот она, я просто говорила ей, ой, мне вот это нравится, и все, и она мне это покупала, как-то так, пишите в комментариях, были ли у вас такие же проблемы, как у меня, что нечего было надеть, точнее, было, что надеть, но не по возрасту, не для девочки красиво, как вот все ходили в таких платьюшках, а я в каких-то вот, но зато, зато у меня было много одежды, очень много, так, ладно, пошла я на море, загорать. Сегодня нереально вкусно пахнет морем, просто вообще обалдеть можно, прям такой запах вкусный-вкусный, хотя море спокойное. Что-то мужчина, наверное, молится. Интересно. Ну ладно, пойдем дальше гулять по морскому берегу. Красиво так, даже горы красивые. Горы, горы. Немного вам морского бриза. Кстати, спасибо всем огромное за комментарии к моему спонтанному видео, которое я сняла. Сидя на диване, просто в голову пришло, это мысли и все. Я решила вот так вот взять и снять. Как шумит. Сегодня вообще меня что-то, это, знаете, словесный понос какой-то прорвался. Поболтать, поболтать, поболтушечки. Вот. А с девчонки? А, я поняла. Я же раньше с Светой гуляла. Мы с ней болтали, болтали. А теперь-то я не болтаю ни с кем. Поэтому вот, крепитесь, буду болтать с вами. Сегодня тоже никого нет на пляже. Да, он точно молился. Ну вот я с Лалюди и пару мужчин встретились. Ммм, как вкусно пахнет морем. Буду наслаждаться дальше. Я сегодня иду по другой стороне Рамблы. Смотрите, это зеленый горошек. У меня слюнки текут, глядя на него. Там его уже собирают. На эту сторону перешла. Потому что на той стороне все время встречается эта дурацкая собака невоспитанная. Хотя на этой стороне, вот в этих вот куртихах, как их называют, дачах, тоже же иногда выбегают собаки. В общем, круглый. Ну вот сейчас мужчина прошел. Его вроде нету. Столько мушкары. Смотрите. Трындец. Видите, сколько мушкары. Идешь прямо, маску надеваешь. Не только потому, что там что-то кто-то. Чтобы не заглотить все это. Смотрите. Видите? Видали, сколько здесь мушкары? О! Они прямо с толбами. Я раньше, когда коров раз это... Ну, дед коров пас. А потом их надо разгонять было по домам. И вот над ними, над коровами, над головами вот такой вот тоже вилось, рой. Вот такой рой ливился. Представляете же, я в жизни ничего только не делала. Даже коров разгоняла. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Вы не поверите. Потому что я сама не верю. Я перешла на другую сторону, чтобы не встретиться с этой невоспитанной собакой. Что вы думаете, она с этой стороны шла? Парень ее такой... Ну, парень ее... Хозяин говорит, ничего страшного. Ну, как я вам в прошлом видео говорила, что здесь, ну, паса надо. Я говорю, си паса. То есть, да, страшно. Говорю, они не любят друг друга. Я тебе обещаю, что ничего страшного. Мне так его невеста, или кто там, она жена, тоже говорила, ну, паса надо. Это пока у этой собаки не осталось полхвоста от моего Чарли. И то, потому что я его на руках несла. Так что я уже не верю в их, ну, паса надо. И Чарли всегда на руки беру. Но, блин, он всегда по той стороне шел. Каждый божий день я встречала его на той стороне. Я перешла на эту сторону, и они здесь. Они меня преследуют, что ли. Фу, блин, мошки. Ну, все, друзья. Я уже буду сейчас отдыхать. Сейчас посмотрела в фейсбук опять. В общем, у нас в эти выходные будут делать тесты всему городу. Причем Альмунекуру тоже. Всему всем-всем-всем жителям нашего города. В пятницу, субботу и воскресенье. Нам должны прислать смс-ку на телефон. Куда, когда прийти. Вы знаете, мне что пришло первое на ум? Люди, которые кричат. Нас хотят, хотят чипировать. Нас хотят там, чтобы нас, как это сказать-то, чтобы нас там как-то манипулировать нами. Нас хотят там... Мне придет смс-ка на телефон. Кто мне ее пришлет? Откуда они ее знают? Да потому что мой телефон везде находится. Налоговая обо мне все знает. Сколько я получаю, сколько я налогов плачу. Где я работаю? Мы уже давно, друзья, чипированы. Давным-давно. У нас загранпаспорты. Паспорта с глазиком. Мое ДНИ, то есть вот это удостоверение личности, с пальчиком. Какие чипы? Вы о чем? Мы уже давным-давно все чипированы. Ой, блин. Но речь не о том, а о том, что в эти выходные мы узнаем правду. Заразна ли я или нет? Так что оставайтесь на связи, подписывайтесь, и вы тоже все узнаете. Всем пока-пока и до завтра! До новых встреч!